Будем задавать давление и сравнивать давление, которое показывает ваш манометр и этот манометр. Если в пределах допускаемой погрешности, тогда он будет к применению и его можно использовать. Ваш прибор исправен, так что можете им пользоваться и доверять при измерении давления. Это проводится в первую очередь для наших жителей, которые очень следят за своим давлением и для которых необходимо понимание того, что их прибор домашний, которым они меряют свое давление регулярно утром и вечером, он должен быть поверен, он должен показывать правильные цифры. Во вторую очередь это важно для нас, для врачей. Когда пациент приходит к нам со своим дневником здоровья, мы смотрим эти цифры и понимаем, насколько нам помогла терапия, которая была назначена ему ранее. Поэтому эта акция носит максимально полезный эффект, в том числе и для системы здравоохранения, как профилактическая мера. Все больше и больше людей включаются в волонтерское движение города, становятся добровольцами в сфере здравоохранения, в первую очередь для себя и для своих близких. И, конечно, эти люди включаются в разные мероприятия Департамента здравоохранения города Москвы, например, в такую всероссийскую акцию, как «Будь здоров», для того, чтобы мотивировать людей на здоровый образ жизни, рассказывать о значимости регулярного медицинского осмотра, диспансеризации. И, конечно, все мы знаем, что нужно часто мерить давление, но о том, как его фиксировать, фиксировать показатели, как раз ребята помогают в сопровождении вот таких вот мероприятий, Дней здоровья, общаясь с населением и рассказывая о важности ведения дневника давления.